Всем привет, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас у себя на канале. Меня зовут Екименко Владислав. И здесь мы говорим с вами про танцевальный спорт, про спортивные бальные танцы. Сегодня я хотел бы с вами поговорить про музыкальность. Это тема, скажем так, последних дней у меня и в работе, и здесь на канале. Про музыкальность в танце «Медленный фокстрот». Прежде чем мы начнем, обязательно не забудьте подписаться на канал. Обязательно подписывайтесь на социальные сети. По ссылочке там в описании все есть. Подписывайтесь на Telegram. Там мы не только смотрим выпуски, которые выходят здесь на YouTube тоже, но и обсуждаем всякое разное. Там я делюсь музыкой, под которую работаю, которая меня вдохновляет и мне нравится. Поэтому, если вы хотите узнать что-то более интересное, какую-то более обширную информацию, чем здесь, в этих видео, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а теперь давайте с вами перейдем к основной теме видео. Итак, у нас сегодня танец «Медленный фокстрот». И в «Медленном фокстроте» хотел бы поговорить про то, как мы заполняем и как мы исполняем некоторые фигуры в рамках того счета, который у нас с вами есть. На примере шага перо и счета раз-два-три-четыре. Итак, что же мы будем с вами делать с этой самой музыкальностью? У нас есть фигура, например, шаг перо, которая исполняется на четыре счета. Раз-два-три-четыре. В ней у нас есть три шага. И мы с вами постараемся по-разному исполнить, оставаясь в рамках этих самых счетов. Раз-два-три-четыре. То есть, не вылетая из музыки, мы постараемся где-то ускориться, где-то замедлиться. Итак, давайте посмотрим на варианты возможного исполнения этой фигуры. Давайте с вами сейчас на примере фигуры шаг перо разберем возможности исполнения ритма. Итак, у нас с вами есть четыре счета, есть три шага. Первый вариант. Мы можем с вами исполнять slow, quick, quick. Да, стандартный, самый обычный, который у нас описан. То есть, первый шаг мы с вами исполняем на два счета. Раз-два. Второй мы исполняем на один счет три. И последний шаг мы исполняем на один счет четыре. Таким образом у нас получается с вами ритм slow, quick, quick. Классика, стандарт. Все знают, умеют, исполняют. Второй вариант, который возможен, оставаясь в рамках этих же четырех счетов, мы можем с вами поменять местами слагаемые, скажем так. И мы можем исполнить первый шаг на один счет, второй шаг на два счета и третий шаг снова на один счет. Итого у нас получается с вами первый шаг мы делаем раз, второй шаг мы делаем два, три и третий шаг мы делаем четыре. Таким образом у нас получается quick, slow, quick. И третий вариант исполнения, который мне нравится больше всего, это исполнение quick, quick, slow. Таким образом получается больше полета и больше возможностей именно в длину показать вкусовщина. Кому-то понравится другое, кому-то понравится классика, кто-то ближе ко второму варианту, кому-то понравится третий. Таким образом у нас получается первый и второй шаг мы делаем на один счет. Мы делаем с вами раз, два. И последний мы затягиваем и делаем три, четыре. Таким образом у нас получается с вами quick, quick, slow. Вдаль, вытягиваем. Для того, чтобы это получилось, нам необходимо с вами на верхней позиции зафиксировать наш голеностоп и колено. Для того, чтобы мы не продолжали подниматься наверх, а мы продолжали катиться вдаль через опорную стопу. Как можно дальше мы катимся, цепляемся той ногой, которая у нас выходит назад или вперед. И к этой ноге мы себя подтягиваем, собираем, да, мальчики, носок, девочки через каблук сверху. И вперед у нас та же самая история. Мы выходим наверх, фиксируем голеностоп, чтобы он у нас уже в эту поднимающую, скажем так, сторону не работал, да, чтобы мы катились вдаль. И проносим себя через эту опорную ногу. И за два счета мы как можно дальше себя выдвигаем и потом принимаем в эту ногу и подтягиваем себя к ней. Таким образом заполняя счет slow. Давайте посмотрим, как выглядят эти варианты под музыку. Первый вариант у нас будет стандартный. Slow, quick, quick. Второй вариант будет quick, slow, quick. И третий вариант будет quick, quick, slow. Итак, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным и интересным. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка есть в описании. Оставляйте свой лайк. Этим вы поддерживаете меня и канал и вдохновляете на то, чтобы выпускать новые ролики. Всем спасибо за просмотр и увидимся в новых выпусках. До новых встреч!